Колонна автопоезда за духовное возрождение России отправилась из региональной столицы в районы области. Врачи, социальные работники, волонтеры и священники побывают в самых отдаленных уголках и помогут нуждающимся. Рассказывает Елена Мирошниченко. Старт из концертного зала имени Каца. Прежде чем отправиться в путь, молитва. Ведь поездка непростая и продолжительная. Акция пройдет с 9 по 24 сентября. За это время бригада специалистов, священнослужителей и волонтеров побывает в 49 населенных пунктах Новосибирской области. Оказывается, самая разная помощь. Зачастую человеку для поддержки, для восстановления сил нужно не только внимание медика, опытного врача, а доброе слово и поддержка духовных сил. Поэтому в составе группы священнослужители селяне смогут принять таинство крещения, причастие, исповеди и побеседовать со священником наедине. Состояние физического здоровья проверят офтальмолог, гинеколог, лорк, радиолог, хирург. Социальные работники и специалисты пенсионного фонда помогут разобраться с выплатами и оформлением нужных документов. Руководители и воспитанники военно-патриотических клубов расскажут про историю региона и страны. Всего в поездку отправится около 200 человек. Самая главная миссия – это то, чтобы человек почувствовал, что в отношении него проявляется забота. Мы оказываем помощь не только духовную, но и телесную, что важно для каждого человека. Представляете, ему не надо куда-то идти далеко, не надо добираться, к нему все само приезжает. Организуют жителям сел и выставки, и концерты в составе группы артисты новосибирских коллективов. Про себя говорят, наша работа – тоже терапия. Выступят и на площадках райцентров, и маленьких деревень. Очень много людей, которые не могут, не имеют возможности приехать в город, попасть тут же в филармонию, посмотреть концерт, послушать. Поэтому будем петь, играть, дарить людям радость танцевать. Акции за духовное возрождение России уже 24 года. Ее организует Новосибирская епархия Русской Православной Церкви и администрация Новосибирской области, в том числе Министерство региональной политики. Начиная с 2009 года, раз в пять лет, помимо поездов и теплоходов, по районам области отправляют автобусы. Специально, чтобы доехать до тех сел, которые расположены далеко от железной дороги и реки Обь. В этот раз посетят семь районов. Первыми будут Кыштовский, Венгеровский и Северный. Елена Мирошниченко, Артем Валевич, Новости ОТС.